Белое безмолвие снега сокрыло от взора все живое. Даже упитанная полевка боится лишний раз показываться на поверхности. А если и очутится на снегу, тут же спешит зарыться поглубже от неприятностей. Если грызун замешкается, то поминай, как звали. Ястребиная сова. Полосатая тельняшка и правда, похоже, позаимствована из гардероба ястреба-тетеревятника или, скорее, ястреба-перепилятника, поскольку одежда тетеревятника ястреба-тетеревятника и ястреба-тетеревятника. Ястребины сове будет великовато. Дополнительное сходство с ястребом придают желтые глаза. Может быть, радужка и не такая яркая, как у братьев по оружию, но назначение тоже – выслеживать добычу и точно определять расстояние до нее для успешного броска. Бинокулярное зрение, почти как у человека, не только придает особую выразительность лицу совы, но и позволяет мастерски ловить беспечных грызунов, оставшихся на поверхности. Ну вот так, друзья, безо всяких затей сидит ястребиная сова. Сидит на самой макушке дерева и осматривает открытые места рядом. Поле, лук, речная долина, здесь вот и лесок неподалеку. И она просто высматривает, когда какая-нибудь полевка или мышь выйдет на поверхность снега. То есть эта сова ястребиная, она охотится и днем. Примерно как вот воробьиный сычек иногда тоже днем охотится, особенно начиная с осени и делает запасы. Точно так же ястребиная сова, она охотится днем. И если ловит мышей больше, чем нужно, то впрок их где-то складирует. По крайней мере, именно так обстоят дела у этой ястребиной совы, к которой приезжало уже очень много фотографов, наблюдателей птиц. И они привозили ей кормовых мышей. В перерывах между поставками легкой добычи сова отправлялась за грызунами и в поле. Но, конечно, полноценно запечатлеть дикую охоту на порядок сложнее. Можно лишь поразиться дальнозоркости ястребиной совы. Ведь она увидела эту полевку с расстояния около полукилометра. Так что есть надежда, что, по крайней мере, эта ястребиная сова успешно перезимует. Тем более, что сегодня уже 8 февраля. А зима эта морозная, снежная. Поэтому, возможно, вот эта подкормка для нее оказала положительное влияние. Примечательно, что ястребиная сова совсем не боялась людей. Был даже курьезный момент, когда пришлось временно спасать последнюю мышь от неминуемой участи. И сова, обескураженная такой дерзостью, свернула только в последнюю секунду. Ну, я ей мышей не привозил, но мне сегодня в каком-то смысле повезло, поскольку я приехал и здесь были другие фотографы, у которых с собой было довольно много штук 10, а то и больше, кормовых мышей. Кормовые мыши – это мышь, которая предназначена для питания домашних хищников типа змей. И вот сов, если кто-то держит, то тоже их кормят живыми мышами. И вот именно таким образом откармливалась вот эта ястребиная сова. Насколько это этично, это вопрос вне моего ракурса, вне моего ведома. Поэтому сегодня просто хочется именно рассказать о ястребиной сове. Ястребиная сова – это более или менее обычный обитатель Сибири, востока России и североевропейской части. А вот в наших и более южных краях эта птица крайне редка. Кроме Евразии, ястребиная сова водится в Канаде и на Аляске. Гнездится ястребиная сова на высоких пнях сломанных деревьев, в полудуплах и старых гнездах врановых. Однако найти гнездо этой совы крайне сложно. По крайней мере, в зоомузее МГУ даже нет ее кладки в коллекции. Надеюсь, с вашей помощью, друзья, когда-нибудь получится изучить и показать вам гнездовую жизнь этой совы. Поддержать мои путешествия можно на Бусте или напрямую по реквизитам в описании канала. А мы продолжаем. Питается ястребиная сова преимущественно грызунами, но если их мало, то ловит и птиц. К сожалению, по крайней мере, пока показать в деталях я могу только охоту на кормовых мышей. Вообще, об этой сове крайне мало информации и хороших документальных материалов. Ну и не только о истребиной сове, но и, конечно, о ее ближайших и не очень родственниках из отряда совообразной. Потому что ночные хищники, они образуют отдельный отряд в классе птиц. Всего в мире различают примерно 250 видов сов, из которых в России обитает всего лишь 17 видов. В Московской области и соседних регионах можно увидеть всего 12 видов. Все они перечислены в моей книге «Птицы Москвы и Подмосковья». Собрать фотоколлекцию птиц получилось только совместными усилиями более двух десятков фотографов. Имея под рукой книжный ориентир, предлагаю кратко ознакомиться с нашими совами. Первый в списке и по размерам идет филин или пугач. В природе я филина ни разу не встречал, уж больно он редок. Это самая крупная из наших сов. По сути, можно сказать, увеличенная копия ушастой совы. Крайне редко филин залетает зимой в населенные пункты, тогда и привлекает внимание натуралистов. И не только их. На этих кадрах, снятых Павлом Глазковым в Ленинградской области, серые вороны явно недовольны ушастым соседам. Обратите внимание на размеры филина в сравнении с воронами. Когти филина – грозное оружие. Филин – самый универсальный охотник из наших сов. Добывает как крупных зверей, так и птиц. В том числе и серых ворон. Ушастая сова, в отличие от филина, вряд ли может нанести серьезный урон. Скорее наоборот, это врановые не дают спокойно подремать сове. Хотя если вороны совсем уж ошалеют от безнаказанности, может и припугнуть разбойниц. Зимой часть ушастых сов отлетает южнее. Другие собираются в группы по несколько особей и днюют в кронах хвойных деревьев. Перевые ушки на макушке сов не имеют никакого отношения к слуху. Настоящее ухо, по сути, слуховая щель, находится в боковой части лицевого диска. При этом, чем лучше выражен этот самый лицевой диск, тем лучше сова слышит шорохи и писк грызунов и точнее определяет источник звука. Полет ушастой совы бесшумный за счет особого строения перьев. Это позволяет застать жертву врасплох даже при неспешном полете. Кстати, в полете перевые ушки сложены, чтобы не было никаких нежелательных звуков. Функция перьевых ушек сов не до конца ясна. Считается, что торчащие перья помогают лучше маскироваться под торчащий сук. Возможно также, что положение ушек помогает в общении между членами пары или хотя бы служит индикатором настроения и здоровья. Хотя оторванное ушко в неравной борьбе с врановыми или утраченной во время линьки, наверное, за изъян не считается. По крайней мере, у этой совы с личной жизнью все сложилось удачно. Вместе с супругом она вывела птенцов в старом вороньем гнезде. Ушастые совы вообще любят занимать постройки серых ворон, грачей или сорок. Яйца, как и у всех сов, белые, без рисунка и форма такая, что непонятно, где тупой конец, а где острый. Обычно число яиц в кладках сов зависит от многочисленности основной добычи – грызунов. Если их много, то и яиц в кладке больше. Однако даже при избытке провизии далеко не всегда все птенцы становятся на крыло. Совы начинают плотное насиживание почти сразу после откладывания первых яиц. И птенцы появляются на свет не одновременно. Те, кто вылупился раньше, получают больше еды, а если ее не хватает, то без зазрения совести оставят без ужина младшего собрата. Мы неспроста так долго задержались в описании ушастой совы. Она, пожалуй, самая распространенная среди наших сов. А потому, если вы ее и не видели, то наверняка хотя бы слышали вечером пронзительный писк слетков птенцов, недавно покинувших гнездо. Если вам посчастливилось встретить вот такого пуховичка, то не нужно пытаться найти его родителей или как-то спасать. Максимум, что следует сделать, это посадить совенка на какой-нибудь невысокий сук дерева, а еще лучше плотный заросль кустарника, где бы он был спрятан от посторонних глаз хищников и сердобольных людей, которые не знают, что бесхозных совят обычно не бывает. Правда, если вы уж решились взять совенка в руки, глядите в оба, родители бывают разные, иные не побоятся со всего маху заехать когтями вам в голову. А летают совы бесшумно. Так что если совенок сидит в дупле, на пне или на дереве, к нему лучше и вовсе не приближаться. Ближе всего по размерам и окраске к ушастой сове болотная. Она более требовательна к биотопу, предпочитает открытые пространства, поймы рек, луга и поля. Да и гнездится болотная сова прямо на земле. На фотографиях и в бинокль проще и надежнее всего отличить болотную и ушастую сову по характеру продольных штрихов на передней части тела. У болотной совы штрихи прямые и нечеткие, а у ушастой совы штрихи контрастные и разветвленные, как елочка, перевернутая вниз макушкой. Вообще на эти штрихи всегда следует обращать внимание, поскольку они помогают отличить и другие виды сов между собой, о которых я тоже скоро расскажу. Ушки болотных сов гораздо меньше. Они скорее похожи на коротенькие рожки, как у козликов. Часто ушки и вовсе незаметны. Зимуют болотные совы крайне редко. Большая часть птиц улетают в южные бесснежные районы Азии, Европы и Северной Африки. В противоположность болотной белая сова снега не боится. Недаром ее окраска самая светлая среди сов. Темные пестрины больше свойственны молодым птицам и самкам. А взрослые матерые самцы почти полностью белые. Кстати, это тот редкий случай в отряде сов, когда самца и самку можно отличить по окраске. Обычно такой возможности нет. Приходится ориентироваться на сравнительные размеры. У сов самки крупнее и тяжелее самцов. Но эту разницу можно уловить далеко не всегда. Белая или полярная сова гнездится по самой северной границе Евразии и Северной Америки. А в более южных широтах отмечается только во время вынужденных зимних кочевок, если не хватает грызунов на малой родине. Достаточно светлой выглядит и длиннохвостая неясыть. Она довольно обычна в восточной части нашей страны, поэтому ее еще называют уральской неясытью. И хотя хвост у длиннохвостой неясыти и правда длиннее, чем у обыкновенной или серой неясыти, я бы не стал это брать за отличительную основу. Точно так же, как не стоит принимать во внимание тот факт, что длиннохвостая неясыть заметно крупнее обыкновенной. Все эти особенности бросаются в глаза только когда птицы сидят рядом или когда вы уже хорошо познакомились с природой и с тем, и с другим видом. Гораздо более надежным признаком, как и в случае с болотной и ушастой совами, будут все те же продольные штрихи. У длиннохвостой неясыти штрихи длинные, сплошные, без ответвлений, а у серой неясыти штрихи, как у ушастой совы, имеют веточки, направленные вверх под углом. Гораздо реже встречаются рыжие морфы серой неясыти. У них разветвление темных штрихов не так четко выражено, но все же достаточно, чтобы понять видовую принадлежность. Неясыти, в отличие от филина, белый, ушастый и болотный сов, обычно предпочитают селиться в более укромных местах, например, в просторных дуплах, нишах или даже совятниках. На примере серой неясыти я рассказывал об успешном привлечении совы в совятник. Дело это не такое простое, как в случае со скворечником или синичником. Требует и больших усилий, и главное – терпение. Широкую практическую и просветительскую работу в этом направлении проводят в Нижегородской области Алексей Левашкин и его соратники. Весной даже можно принять участие в соватурах, чтобы за короткий промежуток времени познакомиться с разными видами сов. Я и сам не оставляю надежду увидеть и записать на видео сплюшку. Сплюшки для гнездования достаточно просторного скворечника. И, по крайней мере, в Нижегородской области сплюшки такие домики занимают. Кроме миниатюрной сплюшки, натуралисты успешно приучают к искусственным гнездовым платформам бородатых неясыти. И это уже совсем иной масштаб совы. Мне посчастливилось несколько дней пообщаться с бородатой неясытью, которая охотилась зимой в Дубраве. За эту возможность я хочу отдельно поблагодарить моих хороших друзей-орнитологов. Так же, как и с ястребиной совой, бородатую удавалось подкормить живыми мышами. Мудрая дикая сова быстро сообразила, что рядом с группой фотоохотников постоянно появляются мыши, которых несложно добыть. Правда, в отличие от ястребиной совы, бородатая избытки добычи не прятала, а просто ела столько, сколько влезет, а потом делала перерыв в охоте. Ночью, когда кормовые мыши закончились, мы долго сопровождали бородатую неясыть по Дубраве в надежде на честную охоту. Но то ли сова была сыта, то ли мыши не желали быть съеденными. Напоследок, нам с вами осталось познакомиться с тремя видами наших сычей. Это небольшие коренастые совы с круглыми головами и выразительным взглядом. Что ты смотришь на меня как сыч? Это выражение, пожалуй, лучше всего подходит для домового сыча. Домовый сыч самый теплолюбивый из наших сычей и встречается более регулярно в Европе и южной части Азии. Хотя в средней полосе европейской части России он тоже водится. Придерживается обычно открытых пространств и животноводческих фирм. Как раз пару таких сычей я снимал в Рязанской области. Даже удалось записать голос. Более подробно о жизни домового сыча я рассказывал в репортаже «Вася, ищи сыча». А мы переходим к чуть более крупному, мухноногому сычу. Ареал мухноногого – это как будто дополнение к ареалу домового сыча на север Евразии. В отличие от домового, мухноногий – обитатель преимущественно хвойных лесов. В целом мухноногий сыч ведет оседлый образ жизни, но зимой кочует, точно так же, как это делают хистребины, сова, бородатые неяски и некоторые другие. В это время мухноног может залетать и в крупные города. И всякий раз, как и полагается редкому гостю, мухноногий сыч получает массу внимания как со стороны фотоохотников, так и со стороны мелких пернатых. Однако самый маленький сыч воробьиный, хотя и более постоянный житель городских лесопарков, тоже не остается без поклонников. Воробьиный сычик получил свое имя не за размеры или окраску, а за то, что птицы размером с воробья, а то и побольше, могут легко стать добычей этой маленькой совы. Избытки добычи сыч прячет в дупла или скорешники. Да, небольшие габариты позволяют без труда пролезать в литок диаметром в 5 сантиметров. Иногда даже сыча принимают за совенка. Но этот совенок может легко позаботиться о себе. Воробьиный сыч – самый обычный обитатель подмосковных лесов. Однако это не делает его простым объектом для съемки и изучения. По крайней мере, до сих пор мне не удалось записать его голос или поснимать у дупла с птенцами. Будем надеяться, этот репортаж еще впереди. Рассказать в одном фильме обо всех тайнах сов невозможно. Поэтому, если вас интересуют общие особенности отряда, посмотрите обзор «Новоселье у совы неяски-2022». Если вам важнее практическая составляющая, как найти сову, то и такой фильм на канале имеется. Не забывайте пользоваться поиском по каналу. На самые популярные вопросы я либо уже ответил, либо отвечу в будущем. Я крайне признателен за вашу помощь и неравнодушие к миру птиц. Это всякий раз дает мне силы для возвращения в поле. Ну вот такой нехитрый репортаж, друзья. Я надеюсь, вам было интересно посмотреть, понаблюдать за истребиной совой. С вами был Василий Вишневский. Всем пока, всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok